Сегодня в Доме правительства обсудили перспективы развития компании «Канажский автоагрегатный завод». Чтобы снизить себестоимость готовой продукции, руководство группы «ГАЗ» решило перенести операции по сборке мостов и осей автобусов марки «ПАЗ» на завод в Нижний Новгород. Однако вся механосборка запчастей остается в Канаше. Именно она приносит основную добавленную стоимость. Сейчас руководство группы «ГАЗ» рассматривает вопрос, какие дополнительные операции передать на производственной площади в Канаж. Если вы сегодня приедете на завод, то около линии сборки у Сергея Владимировича стоит новая ось, которую мы будем поставлять на «Лиазы» 9,5 метров, так называемая портальная ось. Мы показываем планы, что 2016 год – это начало инвестиционной стадии этого продукта. Ну и, соответственно, если все пойдет хорошо, то тогда мы будем вкладывать более серьезные деньги и получать более серьезный продукт. Для чего мы это делаем? Это, несомненно, та же стратегия импортозамещения. 30 предприятий республики работают на нужды автопрома. В Чувашии производятся тахометры, спидометры, блоки управления, щитовые и стрелочные приборы, кабельная продукция, генераторы и многое другое. Мы преобладаем в электротехнике. Прежде всего, это комбинация приборов. У нас изготавливают лара, щитовые и стрелочные приборы. Дальше электроприборы, выключатели, кабельная продукция. Причем кабельная продукция. Сейчас в этом году запускается у нас японская компания. Она для Volkswagen, Skoda, будет изготавливать всю кровеносную систему. Мы также предлагаем воспользоваться. Машностроительные у нас также. У вас много используется. Это отливок, штамповок и так далее. Тоже производство потенциала республики достаточно богатого в этом плане. Химические отрасли у нас тоже неплохо развиваются. Это и для шинной промышленности, это и специализированные краски, термостойки, морозостойки, антикоррозионы в различном уровне, которые используются в атомной промышленности. На встрече было отмечено, что группа ГАЗ и Чувашия – стратегические партнеры в равной степени заинтересованы в продолжении сотрудничества и наращивании его объемов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.